День международной солидарности День международной солидарности День международной солидарности День международной солидарности Извиняйтесь, пожалуйста, я Григорий Иванович Рано заскосили, Григорий Иванович не умывался Пройдите в комнату Наровато прибыли Григорий Иванович не кушали, а не умывается Пройдите в комнату и обождите Продуктов ты сколько понасыпал Это ты, Бананов? Ну что, продал сахар? Извиняюсь, сейчас скажу Комок в горле застрял Нервная эспазма схватилась Сахарок продан Благополучно завершил операцию Вся сумма сполна Можете не пересчитывать А как насчет детка умыльцы, Григорий Иванович? Пожалуйста, могу провернуть и детское На днях провернем и детское Нынче второй человек пугает насчет газет Борьба против расхищения, говорят, и так далее Трудные времена пошли, Григорий Иванович Еще сто А? Сто Ага Действительно, кажись, за подкладку завалились Завалились, да А насчет детского заскочи послезавтра, сговоримся Ого, я его как? Вот ты, пустынишки как? Ну, говори ты толком, чего еще, ну? Ого, ого Ух ты, ух ты, ух ты Да Вот это да Ух ты, ух ты Мне буквально дурно делается от твоего мычания, ну? Вот и ну Спильча, взялись против расхищения До высшей меры включить Ну, а ты-то чего крякаешь? Ты-то чего расхищаешь? Подумаешь Раз в год принесет какое-нибудь гнилье Потом без крику газет читать не может Все ему высшая мера снизу Я вообще говорю Вот что получается Призываются граждане На борьбу против расхищения Призываются граждане Другие заведующие несут-несут, ставить некуда А я не несу Я по вашему розы нюхаю Дура какая, идиотка А это чего? А на тебе чего? Другие на сторону продают И то без крика в газетах читают А я что? Я мало на сторону продаю К нам кто-то Кто-то с утра пораньше припелся Уж не брать-то ли, ваш подле? Не пугайтесь, граждане Я послан от следователя Который тут гражданин Горбушкин Вот они, они, они Горбушкин Кражданин Горбушкин Тогда будьте любезны, пройдемте со мной Следователь велел успешно Бре Брекру Брекру Не могу прочесть букву прыгают Брекру По 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 делу По делу По делу Пратили к десяти К десяти Ну да, ну да, к десяти К десяти, к десяти, я Я всегда к десяти Ух ты Ух ты, ух ты Я сейчас, я Я, товарищ, сейчас Постольку Поскольку Я сейчас Сейчас Я готов Ведите меня, товарищ Жора, Жора, это вы и стоите у телефона Нет, это дети капитана графа Конечно, я Жора, Гришу-то того Ну, того я говорю Ну, хуже, хуже Понятно? Понятно? Мога, Гришу-то Грития Ну да, чего это вы, а носи не тянетесь, на потолок полезли? А я думала, думала, может быть, паутины там. Да, таких делов полезешь. Обыска еще не было? Обыска не было. Ну так будет. Будет. А как же, так обязательно, обыск и помык отискаться преимущества. Загремел ваш Гегел Иванович. Скажите, вы не по делу Фунтикова? Это какой? По ком? У которого недостачи. Недостачи. Праворова, высшая мера. Высшая мера и полная конфискация всего имущества. Ух ты! Ух ты! КОНЕЦ 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 Конфискация имущества сейчас может произойти. Чё? Полный конфискация. Конфискация. Ну да, я же и говорю, тут надо на полных порах гнать. Сейчас кругом всё имущество надо продавать. Жора, неужели кругом всё имущество продавать? Рафинат для примера я себе возьму. Рафинат кидать. Сахар в продажу не поступает, сахар я на себя беру. Тогда может быть что-нибудь из текстильного товара. Нюша, быстро покажите им пальто и костюмы. Только быстро, быстро у меня. Три нуль-нуль четыре ноль. Костюмы, конечно, мало интересного. Хотелось бы что-нибудь более вечное. Да. Федор Павлович, это я, Жора. Есть дело. Полная спешная распродажа. Угу. Разная обстановка. Мебель, картины, шкафы, картины. Чего? Чьих кистей? Каких кистей? Ха! Кистей! Нет, кистей, знаете, нету. Нету, картины без кистей. Но обыкновенные, знаете, рамы и никаких кистей. Чего? Сейчас. Нюша! 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 Чего? Он говорит, какие-то кисти. Какие кисти? Нету у меня кистей. Уф, да вы, кистей нету. Чего? А, он говорит, чьих кистей, какие мастера. Нету у меня мастеров, какие мастера. Нету, так прежние буржуазные классы гуманно выражались. Чьих кистей, одним словом, кто картины красит. Ну, а пёс их знает, кто их красит. Фамилии, фамилии он спрашивает, только быстро, быстро отвечать. Черт, зоро, я не могу в данный момент об этом думать. Ну, на ух начинается. На ух начинается. Ухов, чахов. Нет, на ой. Или нет, на ой. Чего? Айвазовский. Ну да, этот, Айвазовский. Одним словом так, на одной картине чудесная березовая роща. Метров сорок сухих березовых дров. А на другой, на другой простая вода. Вода. За рощу не меньше тысяч. Ну вот. А за воду сговоримся. Фёдор Павлович, значит, мы вас ждём. Так? Ну, я забираю этот товар, Анна Васильевна. А насчёт супруга вы оставьте беспокоиться. Я на это так завсегда смотрю. Меня, на меня лично это никогда не пугает. Только бы, думаю, не высшая мера. Высшие меры я действительно с трудом переношу. А остальное как-нибудь утрясётся. Ну, забрал. Чего он зубы заговаривает? Деньги-то он, бродяга, уплатил? Уплатил, уплатил, не сомневайтесь. Давайте сюда деньги. Чего их там держать? Ничего, я бы подержала. А, Фёдор Павлович. Очень приятно. Не хватайтесь за меня руками. Всё очень приятно. Фёдор Павлович, глядите сами мебель. Эй! Можно. Можно. Хе-хе-хе-хе. Ох! Старинная. Восемьдесят четвёртый. Что ж, можно. Хе-хе. А картины? Картины? Айвазовский. Что? Айвазовский. Хе-хе-хе. Сколько вы за весь этот хлам хотите? Фёдор Павлович, там ещё чудесные дамские спальни есть. Айвазовский. Сколько на круг за весь этот хлам? Три возьмёте? Три. Дёшево покупать, только домой не носить. Три. С ума сойти? Три. Даю четыре и кончен разговор. Нет. Соглашайтесь. Нет. Соглашайтесь. Хорошо даю. Вы согласны. Только быстро-быстро присылайте лошади. Быстро! Через десять минутку, ладно, давайте, быстро нам на скат. Жор, что же получается? Тут надо для примера всё совершенно ударно провернуть. Этот сейчас возьмёт мебель, шерфы, тот пущай костюмы. Я тоже что-нибудь возьму. Оставлю тебя по мере возможности. А помогу, чем могу. А который не придёт, у вас и нет ничего. Ой, хе-хе-хе. Жена в полной несете на койке сидит. Смотрите, семья хороша, мой зор. Давай одеты-то так. Как? Одеты-то так. Как? Накрутил он на себя, как верблин. Жор, Жор, что же получается? Быстро наденьте тёмненькое плачо, победнее. Только быстро. Ясно? Ясно. Свидетель Горбушкин, войдите в кабинет. Кажись, тут таких свидетелей нет. Здесь свидетелей нет. Гражданин Горбушкин. Войдите. Гражданин Горбушкин. Войдите. Гражданин Горбушкин. Садитесь. Что вы можете сказать по делу Горбского и его сообщников? Я тут не замешан. Я знаю, что вы в этом деле не замешаны. Я вас вызвал как свидетелем. Ась, свидетелем? Вот я и пришёл в качестве свидетеля, чтобы узнать, собственно, в чём дело. Гражданин Горбушкин. Жора, Жора, что же это получается? В твоей квартире сесть не на что будет. Ах да, квартира, тут надо и квартиру провернуть. Э, Алло. Алло. Один тридцать шесть. Семь-два. Это я, Жора. Есть дело. Квартирка в две комнаты. Нет, к сожалению, не отдельно. Но зато у застройщика. Пугаюсь я, а тебе костюмчик на меня несколько широковато сидит, а? Очень миленько на них сидит. Нет, чувствую, что широко. Ну, откуда же широко? Оно даже как бы скорее узко на ла. Да где же по мелочи узко? Ну, известно узко. Он даже дышать груди не может. Очень миленько на них сидит. Нет, что-то не то и плечо режет. Не чувствую, что узко. Действительно узко. Ну, знаете, вы фигуряете. Вы же только что говорили, что широко. Да ради, я говорил широко. Наоборот, я говорил узко. Вот именно узко. Дышать невозможно, трудно. Ну, знаете, вас не поймешь. Откуда же узко, когда материя ложится свободными складками? Скорее широко. А может широко. Чего с чего ждет? Нет, те эпоху широко. Да ну и вовсе никакой широты не наблюдается. Девочка, фигурку-то облепляй. Да они сами не знают, чего они хочут. Правильно. Вы сами не знаете, чего вы хочете. Тогда я колпак еще возьму, как бы в племию. Меня такие колпаки очень интересуют. Суть с вами берите, только быстро, на ножках бегайте. Что здесь на моих глазах делается? Куда ж ты? Сахана на лампу попер. Стоп, не хватайте за предметы руками. Положите стул на место. Мебель продана. Извиняюсь. Тумбочка тоже продана. Извиняюсь. Все кругом продано, одна квартирка осталась. В вашей квартирку я бы принял, если бы в рассрочку. Есть дело. А я-то для примера, где ж буду находиться? Ах, черт, верно. А где же вдова будет находиться? Да в крайнейшем можно ей угол усопить. Правильно. Пишите расписку. Или нет, лучше я сам напишу. Расписка. Как звать? Вася. Фамилия? Ченеблюхов. Получил десять тысяч рублей. Подпишите. Да я же ничего не получал. Под чудак внесете деньги за квартиру, получите обратно расписку. А-а-а. А-а, пишите. Пишите. Все. Ясно. Ну, теперь, кажется, все. А-а-а. 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 Жора, это прямо, ну что ж такое получается? А если меня вызовут, что я скажу? А если вызовут, то скажут, то у меня нет ничего. Вот я вся тут. А может сказать, на еждивенье у брата нахожусь? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. И прямо не упоминайте меня. Прямо меня забудьте. Прямо нет меня. Тьфу, ты чёрт. Ох, ей-богу. Слушай. Нюша. А может, тебе быстро-быстро выскочить замуж, а? Замуж? Ой, это как же. Тогда бы у нас всё очень великолепно получилось. Весельник. Сама, дискать-то, извиню, в ужас. Это, здесь, это и... Нет ли у вас какого-нибудь дурака на примете, а? Обчинка выделки не стоит, войдите. Ей-богу, не возьму костюм. Кругом все смеются. А ну перестаньте, вы конючки. Вы лучше мне скажите, чего вы так часто стали в гости заскакивать к моей сестрице. Может быть, только этим компроментируете молодую вдову? Слушай, как же по-милочи часто? За месяц только раз и зашёл, успокоит даму. Аааа. Успокоит даму. Знаем мы эти спокойствия. А если она вам нравится, то возьмите и женитесь на ней. Слушай, как же по-милочи нравится? Я про костюм говорил, но обратно в смысле, что костюм не нравится. Вы мне баки не заколачивайте. А возьмите и женитесь на ней, если на то пошло. Только быстро, быстро, в ударных темпах. Ну как же это так, по-милочи? За что же я буду жениться? Я право вас и не понимаю. А я понимать нечего. Как Наполеон, взял и женился. Знаешь, они не хочут ни о чем говорить. То есть, как не хочут? Они хочут, но стесняются. Чего же вы меня суете куда попало? Я же еще ничего не говорил. Ему говорить надо. Вот вы и говорите, что, мол, хочу жениться. Ну, если у человека нет вкуса, тогда так и скажите. И нечего вводить людей в заблуждение. Я не вожу в заблуждение. Я вкус имею. Только я говорю, не смешите меня. Вы имеете вкус. Такая славная, интересная женщина. А корпус? Корпус какой, да? Ну, я вижу, вы ничего в женщинах не понимаете. Это канашка. О! Мир животных и тот вкус понимаете. Я тоже понимаю. Признаю. Конечно, что-то такая что-ли интересная. Только я право не знаю. Как же это так? Люша, а нам пройдите. Хорошая стройная походка, а? Другая идет, как верблюдь. А это в товаров закладят ножки. Од, два, два, два. Я это понимаю. Признаю, конечно. Она мне нравится. Только как же я так помилуюсь. Тем более развестись вы всегда можете. Ну, а в чем толковать, Юрий? Разве что если развестись, тогда я, пожалуй, женюсь. Жор, ну что же это получается? Не хватайтесь за ртовой руками. А вы не ужинька. Заскажите взор и разведитесь со своим вредителем. Только быстро-быстро. Вы долго дела делаете? Раз и класс. Попка дурак. Ну-ну-ну, песка. Эх! Нюша! По дороге в ЗАГС не забудьте загнать кому-нибудь кухонную посуду. Шо? Это тут мебель скучает? Здесь, здесь. Давай быстрей поворачивайся, ну. Колокольчики, пупенчики звенят, звенят. А в ошибках моей юности твердят, твердят. Легко делался. Поет. Это тоже выносите. Мою мебель не трожите. Видите, что он делает. Мою собственное мебель берет. Тихо. Откуда же это ваш мебель? Поскольку я женился, значит и мебель моя. Да, а чего же вытянули калитет? А, женились бы раньше, и остались бы при мебели. А зачем же я у него костюмы купил? Ну, не бойте в них щеголять метовый мебель. Ну, ведь я ж за них деньги заплатил. Значит, я у самого стега купил. А-а-а, а-а-а-а-а-а-а-а! Сидите вы клешем. А-а-а. Завчий баланс? Да. Посуду продала? Придала. Молодец. Ну, до чего же у вас паскудный жених попался. Мы так славно расторговались, а вон рёстик сова. Прямо голова как в тумане. Чего-то я ничего не понимаю. Да к невесте хоть подойдите, скрытится, как барвань. Колокольчики, бубенчики, извиня, меня про ошибки моей юности свердят. Клюшую деву-крутую косую. Ну что, очень вежливо поступили. Извиняемся, говорит, что повестку вам не по почте прислали. Я говорю, колокольчики, бубенчики, по какому делу я свидетелем, вам только вызывать, дать дело отрывать. А они говорят, расскажите, что вы знаете про Гурского. Пожалуйста, говорю, беру себе. Чего это? Чего это? Чего это в моей камере происходит? А? Ой, это, это, это мы, Григорьев Иванович. Я бы голова, как в тумане. Нюша, костюмчиком мылём. Да с чего же? Ты что, сатана, в мой костюм впёрся? Извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Погоди, я с тобой во вторую очередь поговорю. Нюша, Нюша, Нюша. Это чего, я говорю, происходит? Где моя мебель, картины и мущество? Милиция, 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 милиция. Или вы сошли с ума милицию из вас? Э, вы да, Григорий Иванович, что делали? Милиция, милиция. Григорий Иванович без вас великолепно сядет не сегодня, так завтра. Говорил он об этом, как политически подкованный человек. Зачем ли нам хлопотать и самим допрашиваться в милицию? Граждане! Граждане! Это чего же, я спрашиваю, происходит? Я несу, несу, несу. Ставить было некуда. А они всё моё имущество сликровизировали. Чего же? Чего же мне теперь делать? Розы нюхать? А? Розы нюхать? 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 Продолжение следует...